что же смотрите вечереет сейчас 9 8 30 вечера облака разошлись видите какое синее небо кто-то играет на гитаре приветствую вас в очередной серии этого боевика нашего хроники кайдана и вот как нам нужно зайти к сидоровичу и доложить ему про то что все таки мы нашли этих пропавших сидорович блин заныкался и он не открывает после 8 вечера до 8 утра поэтому блин есть одна идейка есть меня одна идейка давайте-ка под шумок пока есть время что если я даже сейчас лягу спать и все равно проснусь через восемь часов и меня будет куча времени перед тем как идти и выполнять идею которая у меня есть появилась давайте-ка я сейчас скину лишний вес но привет скину лишний вес и мне появилась одна интересная идея так это нам не надо надо может быть здравствуйте спасибо так уберем то что нам не надо давайте черным хлебушком свежий вот это тоже надо все убрать сюда давайте пока уберем это вот принципе у меня патронов но есть патроны на не на все равно не нужны поэтому давайте я не знаю кто то может будет то или нет я на всякий случай возьму пистолет и калаш так внимание внимание все давайте значит мне появилась идейка кое-что замутить ну привет сейчас я вам расскажу у нас есть время и у нас есть аж 12 гранат что я могу сделать я могу сейчас подойти к военной части вот за этим деревцем спрятаться аккуратно и попробовать обчистить военную часть что скорее всего из патроны еще какая-нибудь фигня не знаю но значит военных там нет но зато есть два бтр которые можно снять гранатами вот это давайте сейчас и сделаем насчет от первого бтр я спрятался за холмом от 2 бтр я спрятался а теперь от 2 я спрятался за деревом так давайте сейчас вот видите я вот думаю я по-другому подумал сейчас я сейчас подумал по-другому давайте-ка знаете что пробую ка я подойти блин ты смотри так и не потом что только этого нам не хватало вертолет ребята мина ну что же нам нужно сделать план елки-палки 4 я не знаю смогу ли я пробежать так чтобы успеть спрятаться за этот вагончик палки ёлки успел 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 я успел меня ранило блин я артефакт оставил ладно хрен с ним 100 зато я сейчас возьму и так прикольно тихо и незаметно возьму так вот смотрите а ну ка так вот блин ну ладно ничего зато я сохранился мне интересно смогу ли я уничтожить их два бтр а блин смотрите гранатка то у меня есть смотрите вот так вот так есть вот блин и фигасе блин что это было вообще охренеть наверно у меня рука в руке взорвалась граната там я подойти не смогу потому что меня здесь накроет вторым видите я скорее всего 2 накроет ладно давайте попробуем а тут по моему молчит бтр вот дымит дымит бтр чик перезагружусь извините перезагружусь надо каждую гранату использовать по назначению все после каждого удачи кинута граната я буду сохраняться так блин ты смотри тварь ладно так ну вроде бы долетает он начал начал дымить у нас аж 10 гранат пока я использовал так он и меток думаю он задымит сам из-за и взорвется сейчас его там что такое не получил как же это вот так он меня задел то я не понял из вроде как скрылся так дымит он да точно дымит отлично пусть дымит тогда пусть дымит давайте только по возьмем вот этого сейчас я думаю можно сохраняться блин дымит он или нет так а тот тот тоже взорву блин а что это за звуки так как будто кто-то там есть знаете вот кто-то сидит все-таки давайте я все-таки до под добьет от долетел или нет сколько граната меня осталось 66 гранат я думаю 6 гранат хватит так отлично смотрите какой костер горит пионерский блин среди как классно полыхает все практика закончилась с этим блин с этим даже что-то как-то вы знаете вот что-то странно что под бтр граната ушла главное чтобы она ушла я надеюсь горит 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 отлично бтр чик горит блин а у меня все-таки здоровье то мое здоровье то реально задевается есть три гранаты осталось три гранаты давай взрывать вот он так взорвался смотрите меня задело огнем вообще сотрите давайте-ка я бинтиком немножко замажусь что это такое у нас таблетки барвинок вес одноразовая антисептическая повязка с кровотечением а барвинок помогает справиться с кровотечением хорошо посмотрите как стало темно и я уничтожил два бтр и меня осталось целых две гранаты вот и все теперь давайте зайдем военной части посмотрим что у них там есть что у них там есть интересного я надеюсь я не зря блин кто это меня тут что взял калаши честно елки-палки я не ожидал что там будут военные почему только шесть патронов выкладываются два патрона выкладывается давайте пробу еще зарядить полностью заряжен у меня так отлично что еще мне нужно все отлично я сохранился давайте сохранюсь еще так там есть какой-то военный один непонятно что он там делает надо быть готовым может какой-нибудь офицер или там кто-то спит да кто-то по мне стреляет смотри ты елки-палки стало так темно что ничего не видно смотрите луна появилась полная там уже все может здесь кто то есть посмотрите сколько здесь провизии не зря я пришел минимум провизию можно будет набрать среди какая полная луна и полная темнота у меня нет прибора ночного видения блин по мне стрелял вот она полная луна офигеть так нужно осторожно продвигаться и надеять вот блин я просыпать ладно попробую забежать сюда будем надеяться что может быть меня кстати они думал на уазике можно есть короче один военный там остался так понимаю казарма может что-то в казармах интересно есть здесь нет ничего да что-то здесь совсем ничего нет тупо только провизии чуть-чуть чуток о патрон патроны есть ну хоть что-то я нашел и вот похоже есть аптечка что мне будет тут там есть один сержант но я наверно не буду с ним вступать бой потому что понимать он не он может быть каким-нибудь квестовым персонажем просто хотел посмотреть если там что-нибудь или нет вроде нет ничего так тут еще нету все пусть лишних лишних смертей нам не надо я убегу потому что может быть это какой-то нужный сержант с которым нужно будет поговорить все теперь ночи можно идти к сидоровичу смотрите реальная тьма хоть глаз выколи луна спряталась за облаками только что было смотрите ничего не видно вообще ноль что надо сделать надо поспать надо поспать сейчас просто зайти да поспать чуток а потом уже зайти к сидоровичу давайте ка я здесь вот посплю вот я поспал 10 утра очень сильно проголодался давайте поедим наверное поем я хлебчик с колбаской давайте хлебчик и колбаска отлично видите все хорошо пойдемте к сидоровичу теперь наконец уже я могу зайти сидоровичу бункер видите как идет дождь спрятаться ездить но практически мало где но вот есть такое место одно сухое бункер сидоровича куда можно зайти глубоко под землей вот классное место где можно спрятаться вот я привез профессору его чемодан он сказал что нечем не отблагодарить я сказал что потом сочтемся есть что-то стоящее а вот наконец-то сидорович давайте я сначала продам ему все что мне не надо например этот вот один спальный мешок что у него здесь такое интересное есть и что-то такое у него сверх супер интересное вроде как ничего нет а аккумуляторная батарея смотрите ладно давайте-ка я продам ему такие вот автоматы которые в принципе довольно дорогие смотрите 6 тысяч 4 тысячи я ему продал самые поломанные всех и вот pda посмотрите сколько пда у меня и один пдаст этот же аж 1500 я надеюсь блин они мне потом не пригодятся потому что пда миша тиран я не знаю почему все пда пда ростик короче даже не знаю блин правильно я делаю или нет но я продаю все пда палки-палки можете ставить все таки давайте оставлю потому что неплохо продать то и хороший товар да вот вдруг они не пригодятся оставлю тогда давайте уже поговорим с вот я ему говорю что давали аппараты которые мне нужны он сказал что надо еще одно задание выполнить из моста нужно пригнать сюда автомобиль мне дает кулибина помочь в помощь вот вот мы оказались за мостом удачные охоты и сталкер вот мы оказались за мостом я с кулибином сейчас поговорю он говорит что нет горючего и с аккумуляторами проблема говорит пока найдем горючая это разберусь с аккумулятором я смотрю плоти давайте замочим пока не поздно смотрю на застряла наконец-то глаз плоти профессора есть а это кстати не профессор это тот же там же был сталкер отлично вот он пусть распаяться с плоти я пока еще блин бензин правильно внести регистратор найти горючее наполнить канистру бензином так где у нас может стоять какая-то бочка 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 скорее всего на т.п. возможно вот видите ну что я даже не знаю где может быть еще бочка и не думаю что мне на свалку надо будет за бочкой идти а вот смотрите вот что то есть это молоко либо может чувак что-то знает нет ничего не знает это вода молоко или рыба или что-то такое блин ничего не понятно молоко ладно ну что же попробую найти канистру блин с бензином вернее не канистру где-то где-то вот такую бочку какую-то чтобы наполнить канистру но где ее найти может через дорогу давайте побегу через дорогу посмотрю еще на т.п. наверно есть скорее всего поднялся сильный ветер смотрите птицы блин тоже знаете их ветром сносит куда пропал звук странно а как оказалось короче я подсмотрел все таки я подсмотрел и меня я не догадался наверно может быть если бы горал сто лет я не догадался хотя он же военный почему дальше нельзя стала гора почему внутри значит можно обратно нельзя а не боишься в общем начинаются разборки разговоров ладно может договоримся эти один жад потерянные деньги ладно быстрее только не загорали ну ладно короче ему дал денег делу меня к тебе майор смотрю с канистрой пришел горючее понадобилось угадал так сейчас я вам расскажу все что же мы поговорили с майором он не сказал что он достанет не горючее все ему привез принесу вещи с тайника одного сталкера который проходил пустым хотя информация была о том что у него что то есть и естественно я подсмотрел я подсмотрел еда тайник находится 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 вот здесь вот под крышей вы дивизию что же такое находится под крышей вот смотрите я сейчас покажу вот такой вот находится весь сундучок если я не подсмотрел я думаю я бы не нашел этот тайник никогда в жизни не но если я конечно играл в эту игру 255 тысяч часов этот новый артефакт может быть я бы его и нашел уже знаете просто это капец вообще я бы реально не нашел вот мы пришли обратно к майору кажется я нашел тайник и что там я думаю вот потеряна джокера бензинка бензина вон у него канистра они стараются я думаю него я найду ну хоть с этим я справился смотрите да ёлки много не дрёна хоть так хоть так хватило веса без пистолета вот начался дождь плевая это конкретно для природы это конечно хорошо но хорошо что здесь и солнце появляется то есть в этом плане здесь можно порадоваться так вот я принес бензин бензин я доставил очень хорошо что с аккумулятором я тут вспомнил что там где нас держали в плену в углу за ящиком я стоял аккумулятор думаете стоит за ним сходить а есть другой вариант так потерял я канистру пробовать ему что-то продать еще нельзя продать ладно в принципе будет похава чуток ладно побежал тогда на т.п. за аккумулятором так вот я добежал до т.п. и всякий случай приготовился может какая-то будет неизвестная фигня потому что обычно видите смотрите все были с собаками интересно повышишь ли у меня нет смотрите я думал я их гранаткой он не приносил я думал их три этих собак оказалось как ну это так вот и жалко они меня подтолкнули но это хорошо Что, вон хренели сюда, собаки. Вот ёлки-то, смотри. Так, я надеюсь, они по лестнице не забегут сюда. Охренеть, они даже по лестнице сумели забежать. Где они? Ну-ка. Так, одну вроде бы отшвырнуло. Хорошо, ладно. Что произошло? Я просто заглянул в будущее, вот и всё. Нам это позволяет... Сейчас я составлю план. Какой же план? Какой же план? А вот такой вот, смотрите. Мы сейчас сделаем такой круг. И надо их заманить будет как-то так, чтобы они там просто толпой. А хотя, вообще-то, знаете что? Надо попробовать. Я не знаю, может эти все собаки как раз... Как раз они там и находятся. Понимаете? Я ж не знаю оригинально, где они находятся. Вот они где, видите? А, вот они как раз там и были, елки-палки. Хорошо. Ну, давайте я туда вот так вот сейчас сюда и вот так просто попробую спрятаться. Но меня вроде не задело. Значит, можно сюда кидать гранаты. Давайте ещё раз. Так, парочка отлетела, но похоже что-то всё равно как-то. Давайте. Так. Ну что, смотрите как. Вот так вот я и хотел, ребята, сделать. Вот так вот я и хотел. Видите? Тот факт, что мы сможем посмотреть будущее, нам и поможет. По этому поводу давайте консервочкой. Ну, естественно, давайте пособираем хвосты. Не зря же мы нафиг потратили целых три гранаты. Вот, смотрите. Хвосты можно будет продать. Видите, как замечательно. Давайте ещё пару хвостов заберём. Если б не эти три гранаты, если б неудачно взорвалась вот эта третья граната прямо в кучу собак, то пришлось бы мне тратить на этих собак все свои патроны. Не понял я. В чём дело? Привезти аккумулятор с АТП. Что за... Что за хрень? Я не понял. Вы знаете, я вот походил, походил в недоумении полном. И вот опять, смотрите, я вернулся, просто посмотрел через буквально десять секунд, и там появился аккумулятор. Короче, блин, у меня просто нет никаких комментариев по этому поводу. Так можно же... Сколько он весит? Восемнадцать килограмм. Ну ладно уже. Даже если у меня уменьшается моя выносливость, то я хотя бы до этого и то хоть в этом хорошо. Так, я доковылялся аккумулятором. Вот у меня уже заждался инженер, весь промок. Это аккумулятор, этот аккумулятор вы видели. Да, похоже, но он полностью разряжен, так как мы уже там ходим. Пока. О, слушайте, Кулибин нам предложил отнести аккумулятор в тоннель и оставить там, где электро. И через минут семь-восемь аккумулятор зарядится сам. Ну что ж, давайте посмотрим. Это интересно, кстати. Такого еще не делал никогда. Игры с аномалиями. Так, пока аномалия еще есть. Еще на подходе. Давайте выбросим аккумулятор. Все. Вот где руки. Я поспешил. Ну ладно. Надо просто два раза на него нажать, а и все. Вот сюда сейчас поставлю. Подождем, пока электр свалит. Все. Теперь можно ставить. Использовать. И что? Твою дивизию. Так куда же мне вот отнести-то? Теперь. Здесь. 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 Зарядить аккумулятор. Аномалии в тоннеле. Так. Мне что? Идти. Аж центр аномалии. Куда-то опять идти. Меня же убьет. Меня убьет же здесь. Видите? Надо где-то... посерединке его поставить. О, вот здесь вот сейчас я его и поставлю. Где-то тут. Ну, есть. Все. Валим. Еле у него ноги унес. Ох. Ну что. Будем надеяться, что аккумулятор подзарядился уже. Я как раз его заберу и свалю быстро отсюда. Вот. Успел. Хотя. Ну, здоровье меня чуть-чуть кацануло, но немного. Так. Аккумулятор зарядился. Правильно? Все. Возвращаемся здесь рядом. Бежать недалеко. Хотя можно вот в эту аномалию влететь. Послушаем, будет хоть что-то. Вот аномалия рядом. А потрескивание есть или нет из-за дождя непонятно. Профессору уже скучно стало, инженеру. По-моему, зарядился. Отлично. Держите. Безин я уже залил. Можно заводить. Надеюсь, что все получится. Наверное, я надеюсь, все потемнеет и нас перенесет. Потому что за рулем ехать я даже не представляю, как. Эх, прокачусь. Я очень сильно надеюсь, блин, что мне не надо будет ехать за рулем здесь. Так, а куда? А профессор что будет делать? А почему вы не садитесь? Поехали к Сидоровичу. Вот вы езжайте. Меня уже ждет ползуном на дороге за фермой. Думаем свалку осмотреть. Так что прощайте. Ну, удачи вам. Хорошо, хоть спросил. Что к чему? Что у нас с канистрой? Канистра пустая. 3,8 весит. Ладно, возьму, блин. Все равно на машине еду. Ох. Эх. Интересно, вот как вообще мне проехать? Неужели через железную дорогу мне придется мочалить? Потому что через тоннель я не проеду. Под мостом я тоже не смогу проехать. Так, вот где-то аномалия была. Получается, надо ехать через железную дорогу. Так, вот профессор встречается с другим профессором. А я попробую сейчас. На первой передаче в гору не получилось. Видите, вот так вот. Надо, значит, в объезд. Блин. Ничего не видно. Сил-131 или нафиг его знает. Так, вроде, смотрите, я вот через аномалию вроде как проехал. Блин. Надо разогнаться и на всей скорости через пути. Но я же могу там и застрять. Понимаете, вот где? Где вход? Где дырка, блин? Ну, давай. Давай, машина, не подведи. О, ты смотри. Только не надо переворачиваться. О, здравствуйте. Видите, у меня получилось. Значит, что делать? Можно попробовать перезагрузиться. Сохраниться, например. 25. И загрузиться вот сюда же. Тогда машина должна просто быть в нормальном состоянии. Просто стоять незавиденно, я надеюсь. Иначе придется опять ехать. Все классно, так все классно, так все. Отлично я проделал. Нет, ребята, не получится. Все. Значит, надо ехать обратно. Заново ехать надо. Ну, хоть будем знать. Теперь мы знаем, куда ехать. Давайте попробуем проехать еще раз. Давай, беги. Страшные дороги здесь. Ухабы, в которых можно застрять, блин. О, впереди аномалия. Видите, ну, немножко меня пронесло. По-другому здесь не проехать, я так думаю. Блин, я не знаю, есть ли здесь другой путь. Посмотрю, кто ехал. Мне кажется, здесь только вот это единственный путь через железную дорогу проехать и все. Давайте еще раз попробуем. Где там проход. Вот вроде как забор здесь заканчивается. И теперь давайте прямо не под углом, а прямо буду ехать. Заворачивать я не буду. Все. Теперь можно будет вот так вот надеяться. Так, я не знаю, сохранюсь. Вроде кажется, такая простая задача, но попробую доехать и по зоне, блин. С этими ухабами, ямами, блин. Ладно, а ямы ухабы, так тут же еще аномалии. Видите, как... Я совершенно не близко. Я далеко еще. Мне еще далеко ехать. Мне только кажется так. Куда же мне этот ЗИЛ-то привезти? К Сидоровичу, блин. Я уже забыл, блин. Кому мне его везти, этот ЗИЛ? В деревню новичков. Как мне лучше подъехать? Тоже вопрос. Например, если я поеду через деревню, то я не смогу проехать через, там, через забор. Или, может, смогу. Ну-ка, давайте посмотрим. Перегнать автомобиль к Сидоровичу. Ну, ладно. Да-да, давайте я объеду деревню и пригоню к бункеру с обратной стороны. Потому что, может быть, даже такое, что я в этой деревне не смогу проехать. Ну, хоть аномалии мне не страшны так сильно и собаки, и кабаны. Видите, пока мне... Пока мне везло. Так, в дерево я тоже не хочу врезаться. Мой запорожец там стоит. Так, надо тихонечко ехать, притормаживая. Вот так вот я надеюсь... Надеюсь, я здесь помещусь. Так, вот видите. Немножко я врезался в дерево, блин. Маленькое не пришло. Здесь, кстати, аномалия страшная была. Которой нет, вроде. Хорошо. Так, ну, о, наконец-то, блин. Вот сюда его и надо было пригнать. То есть я сделал правильно, чтобы поехал вокруг деревни. Потому что иначе... Интересно, влез бы в этот... Да, я бы влез. Ну, в принципе, можно было и здесь поехать, конечно. Хотя вот этот вот стоял бы и не двигался. Чувак. Почему? Я еле бегу. Канистра. Канистра тяжелая, видите. На место я пришел. Хабар принес. Скину эту канистру. Вот у меня еще глаз есть здесь. Хвосты. Сидорович, принимай свой дрондулет. Только сначала сканер и деньги на бочку. Спокойная кайда. Не надо нервничать. Я уже все приготовил, можешь получить. Вот это дело. Куда ты теперь? Снова на болото? Да как-то сроднился с ними. Ну, как проветришься, заходи пока. Давайте еще раз. Проверим. Продам я все вот эти вот ПДА. Потому что они весят все-таки. Или не продавать. Вот он сканер. Вот он сканер. Ты бы еще консервных банок насобирал. Не буду продавать. Ну, удачной охоты, сталкер. С собой. Сто тринадцать тысяч. Это уже дофига. Поэтому продавать я, наверное, не буду. Или продать. Я думаю, если бы эти ПДА были важны, они у меня были не продавали. Что притащил? Потому что мой личный ПДА не продается. Давайте я продам. Потому что потом мало ли что. Пласты продать нельзя. Вот это тоже продам мне и надо. Неплохо. Хороший товар. Что еще? Здесь всего вроде бы нет ничего. Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер. Что, меня ждет возврат на болото, значит. С этим мы, естественно, уже будем идти в следующей серии. Сейчас давайте тут, короче, на всякий случай проверим, что у нас здесь есть. У нас там есть сайга на болотах. Поэтому, на всякий случай, давайте я возьму дробь. ППШ у меня... Патронов для ППШ нет. И для автомат по вихрю у меня тоже нет ничего. У меня только есть чуть-чуть патронов для натаска, калаш и пистолет всего. Что это? 18. И давайте-ка повыкладываю я вот эти вот хвосты все и глаз. На болотах вроде у меня их никто не собирался покупать. Регистратор активности всеполей. Хорошо. Так, странно. У меня никаких больше нет заданий. Ну, все равно мне надо болото, надо возвращаться. Ладно, тогда в следующей серии уже побежим на болото. Что делать? Дочлетичь. Идём точно! Подписывайтесь на наш канал! Как п Iowa calamит?